В поселке Афибском подвели итоги работы местной администрации. Глава района Адам Джерим провел встречу с активом поселения. В ней приняло участие руководство муниципалитета. Депутат законодательного собрания края Сергей Орленко, представители всех служб и ведомств района и глава Афибского городского поселения Юрий Коваленко. От ежедневного труда каждого из нас зависит благополучие всего Северского района. Все начинается с малого. Порядка придомовой территории и чистоты на улицах поселения. Я уверен, что и каждый так думает, что за нас никто не сделает нашу работу, поэтому нам очень важно уметь слышать, слушать друг друга и, скоординировав наши действия, идти к общей цели. На мероприятии жители посмотрели фильм о проделанной работе Афибской администрации за первое полугодие 2019 года. После видеоотчета Юрий Коваленко рассказал об исполнении поручений, данных на открытой сессии в феврале текущего года. Один из главных вопросов – прекращение деятельности предприятия по утилизации отходов. Фабрика прекратила свою деятельность, вывезли свое оборудование, но остались все эти завезенные пакеты с мусором, остались на территории этой фабрики. Сегодня состоялся суд и мы, администрация, присутствовали на судебном заседании. Вынесено решение обязать руководителя фабрики утилизации вывезти с территории нашего поселения вот эти вот отходы. Вопрос не закрыт, но в стадии завершения. Помимо этого, глава поселения рассказал присутствующим о перспективных направлениях деятельности администрации до конца текущего года. Сделано много, но на этом мы не останавливаемся и продолжаем работать дальше. И вновь скажу, что вся наша работа направлена на благополучие и процветание нашего поселка, на благо наших жителей. После отчета Юрия Коваленко каждый присутствующий смог задать свои вопросы районному и поселенческому руководству. Один из них – строительство детских садов и школ в поселении. Планируется строительство детского садика на 350 мест в следующем году. Земельный участок уже отведен, ну и процедуры, которые необходимы, они будут запущены. Значит, делаем привязку проекта с методом документации на территории Афирского лицея построить школу на 400 мест. Вот тоже этот процесс в работе. На встрече обсудили строительство новой транспортной развязки Виадука в районе Нефтекачки. Уже практически предпроектные работы завершены. Дорога эта разбита на несколько этапов. Стоимость ее сегодня ориентировочно, это я имею в виду второй въезд, около миллиарда рублей, но средства на это закладываются. Значит, сегодня идет разговор о предпроектной документации. Дальше проектно-сметная документация и госэкспертиза проходит. И с 2020 года начинается уже со второй половины строительства второго въезда. В конце мероприятия глава района оценил работу ФИПской администрации и призвал всех присутствующих продолжать принимать активное участие в жизни своего поселения. Встреча с активом граждан прошла и в станице Калужской. Мероприятие началось с отчета главы поселения Гульфии Иванченко о проделанной работе за первое полугодие 2019 года. Одно из главных направлений в деятельности местной администрации – благоустройство. На постоянной основе в поселении проводится грядирование и отсыпка дорог, проведение санитарных пятниц, покос сорной растительности. Благодаря победе ТОС-2 в конкурсе среди территориальных органов самоуправления приобретена и установлена спортивная площадка с уличными тренажерами. После отчета жители смогли пообщаться и с главой поселения представителями районного руководства. Вопросы касались электроснабжения в поселке Чиби и строительства детского сада в станице Калужской. Все они взяты на контроль для дальнейшего решения. В завершении мероприятия обсудили и предстоящий юбилей станицы Калужской, который пройдет 24 августа. 155 лет – это такая знаменательная дата. Это уже больше, чем полтора столетия. Поэтому, чтобы наша станица и каждый ваш дом, и придомовая территория были ухоженными, были убраны, в общем, были готовы к встрече гостей. Мы, в свою очередь, обязательно приедем и вместе с вами разделим этот праздник. Северская районная газета «Зори» 1 августа отметила день рождения. Общественно-политическому изданию исполнилось 88 лет. Наша газета была создана 1 августа 1931 года. И тогда она называлась «Социалистическое табаководство». На украинском языке это звучало «социалистичное тютюництво». Потому что тогда, в 1931 году, происходила украинизация, и наша газета выходила на украинском языке. Такое продолжалось всего лишь два года, но такой след в истории остался. После газета называлось «Знамя победы». Во время войны выходила листовка на одной страничке, и газета называлась «Мститель». А уже после, в 1967 году, газета была названа «Зори Октября». И через несколько лет, в 1992 году, уже после перестройки, мы назвались просто «Зори». В газете освещаются не только новости и события жизни Северского района, но и очерки о людях, справочная информация, полезные советы, кулинарные рецепты, кроссворды, реклама и объявления. Также у нас есть приложение. Это молодежное приложение, мы молодые, оно выходит уже больше 10 лет. Выходит приложение «Добрая кремица» для наших садоводов-огородников, для наших любителей рукодельниц. Выходит православная страничка «Благовест», и мы ее делаем совместно с нашими духовниками. И также выходят другие странички, такие как «Здоровье», «Правоохранение» и так далее. То есть мы стараемся работать для наших читателей. Каждый номер газеты – это чистый лист и великое желание журналистов районки сделать его лучшей современнее предыдущего. Охватить как можно больше интересных событий жизни района и края. В честь 88-летия нашей газеты хочу пожелать всем сотрудникам газеты, конечно же, творческих успехов, конечно же, здоровья, благосостояния и много-много счастья. И хочу обратиться к нашим читателям. Поздравляю вас с днем рождения газеты. Будьте всегда нашими читателями, нашими подписчиками. Сейчас в редакции трудится 11 человек. В основном молодые кадры все не прошли через школу юнкоров и учебу в университете. Есть в редакции те, кто начинал трудовую деятельность в 80-е годы. Такая переемственность поколений позволяет делать газету интересной и взвешенной. Газета «Зори» – лауреат многих престижных премий, как российских, так и международных конкурсов. Выходит тиражом более 5000 экземпляров. Есть несколько видов подписки. Почтовый тираж, что составляет основную часть нашей подписки, его можно сделать, оформить в любом отделении Почта России. Можно прийти сюда к нам в редакцию, мы оформим эту подписку. Можно оформить электронную подписку. Это электронная версия газеты, которая будет приходить на ваш электронный адрес. Ну вот, существует еще офисная подписка. Это когда вы оформите подписку здесь в редакции и сможете забирать эту газету здесь у нас в редакции. На 2020 год стартовала льготная подписка. Она продлится до 31 августа. Стоимость такой подписки – 618 рублей в полугодие. И 1089 рублей – это годовая подписка. Для тех читателей, для тех, кто хотел бы подписать газету, но не успел ее оформить в второе полугодие, с 1 июля, ну, можно оформить с 1 сентября. Это 4 месяца до конца года. Стоимость такой подписки – 412 рублей. Оформить подписку можно в любом отделении почтовой связи и непосредственно в самой редакции газеты «Зори». Уважаемые жители Северского района, мы приглашаем вас оформить подписку на нашу газету «Зори». Газета распространяется по всему Северскому району, во всех уголках. Вы сможете прочитать о последних новостях. Поэтому, пожалуйста, открыта льготная подписка. Мы ждем вас. Приходите, оформляйте и получайте, читайте нашу газету. В Доме культуры поселка Ильского завершилась вторая смена досуговой площадки «Украсим детство радугой здоровья». В последний день июля ребята продемонстрировали родителям знания и умения, полученные за время посещения летнего лагеря, и просто повеселились. В течение месяца дети от 7 до 14 лет не только весело проводили время в общении, но и узнавали для себя что-то новое. Каждая неделя была посвящена определенной теме – театру, спорту, экологии. Финальная неделя носила название «Кубанские традиции». Посетители площадки изучали казачью культуру и традиции, и даже разучили танец с хореографом. На мероприятии не обошлось без награждений. Почетные грамоты получили дети, кто принимал активное участие в жизни летнего лагеря. На этом сюрпризы не заканчивались. За время пребывания на площадке в качестве поощрения ребята получали специальные фишки. В последний день июля они обменяли их на подарки. Закончился праздник веселой дискотекой. Впереди еще месяц заслуженных каникул. Поэтому организаторы досуговой площадки «Украсим детство радугой здоровья» приглашают всех детей ильского городского поселения, интересно используя провести время. Сезон арбуза в самом разгаре. Не случайно 3 августа в разных странах мира отмечается день этой сладкой сахаристой ягоды. Сегодня покупателям предоставлен широкий ассортимент сочных плодов на любой вкус и цвет. Главное, чтобы и то, и другое соответствовало ожиданиям. Чаще всего покупка арбуза – своеобразная лотерея. Существует несколько способов проверить его спелость. «Сейчас, получается, идут семечки, сорокодневки, голландские покупаются. Поэтому хвост должен быть всегда зеленый. Это значит, что он только сорванный свежий. Главное, чтобы он был звонкий в любом случае. Если он глухой, то значит все. Тогда в нем уже каша. Его кто-то подавил, раздавил, уронил, ударил. Не важно, когда он был собран. Хоть только что, если его кто-то сейчас прям подойдет, тресет, он уже звенеть не будет. Он уже будет кашел. Но три через день-два он забродит. Вот. Главное, короче, хвостик зеленый, звонкость. Все, больше никак не определишь. Дальше все идет уже с поля. Дальше заветвление, как свиной хвостик. Если он сохнет, все, отрываешь и готов. Многие покупатели вспоминают также о желтом земляном пятне на арбузе. Его присутствие означает то, что ягода не тепличная, а созревала естественным путем в поле. Но, как отмечают эксперты, этот признак не может гарантировать высокие вкусовые качества и сахаристость плода. То, насколько удачным будет купленный вами арбуз, зависит от порядочности фермеров и продавцов. Зачем он тебе нужен? Рано или поздно он тебя бросит. Не усложняй себе жизнь. Нет, не бросит. Никогда. Я его уже люблю. Поздно. Но вам негде жить. Мне все равно. Он мой. Я его никому не отдам. Я же тебе сказала, люблю. Да что ты знаешь о любви? Ты еще молодая и глупая. Избавься от него. Мам, ты не понимаешь. Я твои ошибки не повторю. Я его сохраню. Это мой малыш. МЧС России предупреждает. Не оставляйте детей без присмотра. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. Посетители одного из крупных ночных клубов в Праге больше могут не толкаться в очередях за коктейлями. Два года назад пятиэтажный музыкальный клуб обзавелся роботом-диджеем. А теперь у него появился роботизированный бармен. Идея возникла у менеджера заведения, когда тот был в Лас-Вегасе. После поездки потребовалось полтора года, чтобы создать роботизированный проект, который вы видите сейчас. Заказ делают с помощью планшетов перед барной стойкой. Пока меню включает 16 коктейлей. Однако его собираются расширить до 50. «Этот робот может делать и более сложные коктейли. Например, мохито, которое сложнее готовить. Робот может резать лаймы, добавлять сахар, мельчить лёд и смешивать всё в коктейль». За час робот выполняет до 80 заказов. «Очень нравится. Никогда подобного не видел. Просто взрыв мозга. Я сначала вообще не понял, что это. На вкус супер. Очень интересно наблюдать за процессом приготовления. Вкусно. Мне нравится». Посетителям также теперь не стоит волноваться, что им нальют меньше ингредиентов. Робот запрограммирован соблюдать максимально точные пропорции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова